Друзья, здорово-здорово, меня зовут Евгений, вы на канале Коршун из Санкт-Петербурга, поговорим мы сегодня с вами о недвижимости, жара в Питере, жара, воды, воды. Есть в Санкт-Петербурге район, на который у меня, честно, не хватает денег, вот, ну, хочу там жить. Короче, сегодня хочу про это место вам рассказать, значит, смотрите, рядом Нева, идеальная транспортная доступность, там и метро, и автобусы, электричка. Плюс на этом месте когда-то состоялась вот эта роковая дуэль Пушкина и Дантеса, короче, едем мы сегодня с вами на Черную речку. Ну и помимо недвижимости, конечно, с вами посмотрим на саму реку, почему она называется Черная, что там бежит в русле этой реки, все с вами в выпуске разберем. Поехали! Так как сам по себе район престижный, живут там достаточно обеспеченные люди, вряд ли они будут пользоваться маршрутом, который я сегодня покажу. Ну и вместе с тем у меня существует правило, я всегда показываю дорогу общественным транспортом, поэтому, ребятки, едем с вами туда на метро, не на вип-такси. Начинаем наш маршрут от станции метро Ладожская, нужно будет доехать, что, что? На колесики, пакетики. А, сейчас сделаю, сейчас сделаю, спасибо, спасибо, ага. Так, ребят, извините, отсидите нас, где мы, где мы, а, мы здесь, доезжаем до Стенной площади и, ребята, смотрите, раз, два, три, четыре остановки, и мы на Черной речке, и тут, смотрите, Нева, птички, рыбки. Короче, поехали. У меня размагнитилась карта, один жетон нужен мне. Я не могу приложить ее, не работает припас. Ребят, опять карточка размагнитилась, приходит бабка старая покупать жетоны, чтобы спуститься в метро. Друзья, час пик, и вместе с тем мы с самокатом, с пакетами спускаемся с вами в метро, и едем, несмотря на жару, на станцию Черная речка. Поехали. Что значит утренний час пик? Поездов на линии много и куча. Мы перед конечной станцией стоим в пробке, да, вот. Вот так вот только проехали, остановились, в тоннеле, вот, проехали, остановились. Я сейчас сдох на маршаре, очень душно. Все, народ, отлично, мы доехали. Несмотря на то, что это, в принципе, шаговая доступность до центра, на электричке ехать, ну, в метро достаточно долго, потому что очень большие перегоны. То есть прям минут 15. Вот, пришлось нам сам ехать. Вопрос, вопрос, вопрос срочно от коршина. Смотрите, показываю вам. Я когда приезжаю на Черную речку, мне любопытно, сколько весят вот эти люстры, как их сюда спускали, как их повесили. И вопрос, не рухнет ли потолок, потому что, ребят, это не пластик, это не гипсокартон какой-нибудь, это металл. И вот у нас над головой тонны, тонны его. Но загруженности, слушайте, не особо тут много народа. Так, в час пик вечером утром потолкаться можете перед эскалатором, перед входом, но это не критично. То есть особо пробок из людей в метро здесь нет. Нет, вот сейчас полдевятого, все люди едут на работу, как видите, не особо-то и загружено, да. Но люстры потрясающие, ребят. Я прямо вот остановился и любуюсь на них. Очень красиво смотрятся. Ну и так как Нева совсем рядом, станция достаточно глубокая. Ходим с вами из метро. Ой, что-то. Спасибо вам. Так, что могу сказать? Так, район активно застраивался лет 50 назад здесь, да. Сейчас каких-то высоток, небоскребов, да, со стеклянными фасадами по 50 этажей. Здесь ничего такого нет. Это плюс. То есть муравейник здесь отсутствует. Начнем наш разбор с дома. Место моей мечты. Если бы у меня позволяли деньги, я бы там себе квартиру взял 100%. Поехали, ребят, покажу. Там такое, там такое. Ой, поехали. Из метро вышли, да-да-да-да-да-да-да. И в сторону центра, вот, вот, вот. Куда все, туда и мы с вами. Вдоль Невы, конечно, с вами пройдем. Но это маленькая ее часть, да. Она уже здесь к концу города на разлетрении делится. Это, скажем, такой маленький аппендикс. И вместе с тем, ребята, смотрите. Прикольно, да? Мы на Каменном острове сворачиваем вот с этого сумасшедшего дома, от этой шумной пыльной дороги, вот сюда в сторону. Вот, смотрите, какой здесь оазис, да. И здесь есть жилой дом. Сейчас я вам покажу. Я на самокате доехал за 7 минут. Вы пешком максимум 15 вы будете идти, показываю атмосферу. Смотрите. Лес. Тишина. Полноценный, ребят, оазис для того, чтобы просто побегать, прогулять с собакой, позаниматься спортом, да, йогой. Это, кстати, выехал богатый коршун с этого дома, ребят. Так вот. В этом доме я бы с удовольствием купил бы себе квартиру. Цены. Понятно, друзья, что здесь студии нету. Квартиры здесь большие, с высокими потолками, потому что бизнес-класс. И тут даже, скажем так, однушку в 50 метров никто рассматривать не будет. Короче, 8-комнатная квартира 222 метра. Представляете, ребят, это, 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 я даже вообразить не могу. Такие объемы, метражи, да. Стоит 320 миллионов рублей. Цена за квадратный метр 1 миллион 440 тысяч рублей. Понятно, ребят, что здесь в цену вложено много факторов. В частности, допустим, что меня привлекает вот этот лес, да. Вот эти деревья. Я хочу жить рядом с этим. Плюс вы в центре Питера находитесь, да. Шаговая доступность до метро, это, конечно, плюс. Ну и второй момент, это само качество дома, да. Здесь, конечно, если бы что-то было побюджетнее, да, я бы готов был рассмотреть, но в первую очередь опираясь на место. Но здесь, получается, сошлись все факторы. То есть, это действительно один из самых лучших объектов в Санкт-Петербурге. И если у вас деньги позволяют, вы смело можете покупать себе здесь квартиру, точно останетесь довольны. Коршун, не знаю, верите, не верите, вы всякие эти вселенные, пошли энергию, то есть, да, ну давайте попробуем. А вдруг вселенная, пожалуйста, пожалуйста, 360 миллионов. 360 миллионов, пришли, пришли Коршуны, пришли реквизиты на ссылку внизу. Пожалуйста, вселенная, 360 миллионов всего лишь. Налоги сам заплачу, на это у меня денег хватит. Ну что, будем ждать, если что, да. Так, ладно, еще много интересных объектов в данной локации. Поехали дальше. Итак, мы с вами вернулись обратно к станции метро Черная Речка. Сейчас предлагаю по набережной, да, вдоль Невы, немножко отъехать от станции Левее, вон туда, в сторону, в сторону станции метро Беговая. Несмотря на то, что это Сталинка, высокие потолки, толстые стены, вы не будете слышать соседей, отличные планировки, я категорически не рекомендую рассматривать квартиры окнами, которые выходят вот на этот вечный двигатель. Ребят, здесь машины ездят день и ночь. Плюс, это солнечная сторона, вам постоянно будет светить солнце. Плюс, ребят, еще, даже минус, я все минусы перечитаю, очень пыльно. У меня коллега живет в этом доме окнами вот на эту дорогу. Так вот, она рассказывала, что когда открывают корточку, не слышно телевизор, настолько шумно. Наташка, сейчас буду махать тебе в окна, выходи. Шум от проспекта такой сильный, что он даже доносится, друзья мои, сюда, во двор. Слышно, как гудят машины. У меня камера непрофессиональная, поэтому, возможно, микрофон не ловит вот эти звуки. Но знаете, что здесь гудят машины, несмотря на то, что вокруг лес. И тветочки, тветочки, давайте посмотрим. Конечно, это все высаживают люди, не управляющая компания. Спасибо большое, активным. Ой, спасибо жителям, кто наводит красоту, кто радует глаз коршунов. Ой, шмагазюнька черная. Я напугался, ребята. Я вас укресаю. Так, ладно. Цены на квартиры в этих домах показываю. Трешка большая, ребята, 115 метров. Обойдется вам здесь в 23 миллиона рублей. Цена за квадратный метр 200 тысяч. И спросом пользуются здесь квартиры. Не так много объявлений на сайте. И у меня вот Наташка, ну вот коллега моя, рассказывала, что им постоянно поступают предложения. Допустим, из недавних предложили обменять вот эту квартиру на однушку в новом доме у метро «Озерки» и студию у метро «Парнас». То есть, вы понимаете, да, и она надумает сдавать студию, да, и жить в однушке. Я говорю, Наташа, не переезжай, не переезжай. В таком классном месте живешь. С Невой, да, окна на сумасшедший дом. Ну ты же привыкла. В общем, ребят, честно, я бы из таких районов, типа Черная речка, да, я бы не переезжал обратно куда-нибудь. В Девяткино, Кудрово, Парнас, вот эти муравейники. Обратно можно, оттуда, скажем, сюда. Но, ребят, вы будете мучиться, вы будете страдать. Вы просто обесцениваете вот возможность, шаговую доступность до метро, Неву и, в принципе, жить в вот этом центре. Вы просто привыкли к этому и обесцениваете. Но, 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 будьте аккуратны, слушайте коршуна, не переезжайте в эти муравейники. Вы там будете мучиться. Посмотрите, как разрослось растение. Оно просто как по скалам тут ползет вверх. У некоторых людей даже око не видно, настолько плотная вот эта зеленая масса, да. Несмотря на то, что рядом метро, до него идти три минуты. Вы посмотрите, какие зеленые дворы. Наташа, подумай своей головой куриной, куда ты собираешься переезжать? Какой парнас? Не, я бы не поехал. Вокруг тебя весь мир кружит. Вокруг тебя весь мир кружит. Мы обратно с вами приехали к станции метро Черная Речка. Ой, ребят, жажда. Слушайте, здесь рядом еще немного, однако есть новостройки. И, в принципе, их тоже можно рассматривать. Давайте доедем, покажу конкретно в какой локации они находятся. Ну и, естественно, расскажу про сцены. У нас сегодня все дороги ведут к Неве. Обратно идем. Ну, ребят, ну, красивая речка, да. Почему лишний бы раз не полюбоваться? Причем рядом с ней, опять же, строят жилые дома. Естественно, по космическим ценам и вместе с тем. Короче, ребят, выходим к Неве. О, гады! А тут перехода нет. Друзья, надо, получается, идти обратно к метро, там переползать и по той стороне... Ну, что сделаешь? Дорогу я перебегать не буду, ребят. Как видите, машин много. Я из-за этого иногда недолюбиваю Питер. Вот ты видишь объект, он перед тобой, перед твоим носом, да, а попасть не можешь. Потому что там, не знаю, там дорога шумная, либо промзона, либо забор какой-нибудь высокий. И приходится вот так обходить, круги накручивать для того, чтобы попасть в нужное место. Бесит, бесит. Друзья, все, мы с вами у Невы, но могу сказать, что для нас в троек так прилично ехать. Причем по песку асфальт не положить. Про этот дом я хотел вам рассказать. Давайте попробуем заехать вовнутрь, пусть не пустят нас охрана. Даже велодорожка есть, нарисован велосипед. Вон, видите, он, правда, немножко уже подстерся и вместе с тем. Ну, это, конечно, не Питер ГОФ вам. И вместе с тем своим фонтаном похвастаться может не каждый жилой комплекс. Ой, мои коршуны, цены, цены. Студия 30 метров, я даже не думал, что в таких домах есть студия. Это, конечно, не очень хороший сигнал. Значит, все-таки застройщик рассчитывал не только на бизнес, но и на эконом варианты. Ладно, 10,5 миллионов за 30 метров, цена за метр 352 тысячи рублей. Ну, и давайте посмотрим однокомнатную квартиру себе. Она 43 метра, ну, не самая большая. За 17,200 нам предлагают ее с вами купить. Цена за квадратный метр практически 400 тысяч рублей. Простите, а вы здесь живете? Нет. Нет? Ясно. А просто хотел узнать, как вам здесь нравится, не нравится дом? Купили бы себе здесь квартиру? Я бы купила бы, да, конечно. Да? Ну, из минусов что? Из минусов, я не знаю. Ну, я смотрю, много квартир, здесь действительно густо населено. Ну, вы знаете, ну, так спокойно. Спокойно, да? Конечно. Управляйка нормально работает? Извини, что? Управляйка нормально работает? Вот это я не знаю, я здесь не буду. А, ясно. Просто это самое, ну, детей можно вот выпустить. Свободно, машин нет. Свободно, машин нет, да, детки гуляют. Женщина, с которой я разговаривал, она работает няней, она здесь не живет, она просто приходит и сидит с ребенком, когда родители на работе. Кстати, няня хорошая. Ребенка, знаете, как курица за цепленком смотрит. Туда и сюда, и так, куда пошел, все на месяц, так наеду. Не, хорошая няня. Ну, вы слышали, она сказала, что я бы квартиру себе здесь купила. Ребята, я сегодня в ролике вам показываю варианты, которые я сам бы себе купил. Вот серьезно. Смотрите, во-первых, калитка закрыта, да, то есть я пробрался с другим человеком, это плюс данного ЖК, плюс, посмотрите, какая красивая лестница. И, казалось бы, мелочь, да, и вместе с тем, вот такие интересные фонарики. И, кстати, как раз дом находится на набережной Черной речке. Ребят, посмотрите, тут стойка металла, я так боялся ногу проткнуть, но вроде пока живой. Ну, мы с вами спустились к реке, да, сразу в туалет захотелось, когда воду увидел. Абсолютная леденющая, а вместе с тем чистая вода. И кто придумал название Черная речка, покажите мне этого человека. Видим, вон дом строится, да. Ребят, я вам сейчас по соцсети покажу. Смотрите, любуйтесь, облизывайтесь, пускайте слюнки. Это только фундамент возвели. Помимо того, что здесь рядом метро, куча автобусов, да и до центра, в принципе, прогуляться пешочком можно, ребят. Здесь еще две остановки электричек для того, чтобы уехать в разное направление, да, за город. В частности, мы сейчас с вами поедем прямо отсюда на пляж загорать, купаться. Явно какие-то бомжи живут. Смотрите, стекла побитые. Там вообще какой-то картон закрывает от солнца, да. Окна открыты на первый этаж. Кто угодно может запрыгнуть. Ну, вряд ли это будет делать, потому что там, видимо, в этой квартире брать нечего. Но смотрится жутко, я вам так скажу. Хотя район дорогущий, да. Мне даже интересно стало, сколько в этом доме стоит квартира. Ну, зашел, посмотрел, похоже, это явно трешка. Ребят, 8600 хотят такую стоимость. Я бы не стал рассматривать. Солнечная сторона, первый этаж, окна на улицу. Может, что-то получше себе подобрать, однозначно. Ну, вот так вам, к сведению. Ой, шмакозюлька. Я так хочу себе собаку, не представляете. Ну, у меня два кота и Маркис, он такой преданный достаточно. Котик ко мне так относится прямо. Я знаю, что он не простит, если вдруг появится в доме собака. Ну, я прям хочу. Я человек активный такой, знаете, много двигаюсь, много куда езжу. Мне кажется, с собакой я буду прям счастлив. Ну, нет. Плюс ремонт. Сами понимаете, да, порезет все. Поскребет в квартире. Ну, что, мы с вами докатились до ЖД-станции Ланская. Страшное здание какое-то, да, вот не мешало бы отремонтировать его. С другой стороны, ощущение, что оно такое прям старинное, да, что его еще как будто шведы-фины строили. Так, 10.19. О, в 10.36 мы с вами стартуем на пляж. Мы с вами, знаете, куда едем? Бело-остров. Да, далее, далее, туда билет. Так, за велосипед, ну, самокат платить не надо. Итого 58 рублей, да, кассовый чек мне не надо. Живя здесь, у вас за 58 рублей есть возможность доехать до Финского залива, представляете? Кстати, друзья, мало ли, соберете в Санкт-Петербург и не знаете, где остановиться, пишите мне, вашему автору, мой телефон в WhatsApp, Telegram внизу. Помогу сконнектиться с собственником, который сдает квартиры рядом со станцией метро. Беговая, да, с отличной транспортной доступностью. И окнами в тихий двор, где вы будете высыпаться и отдыхать. Кстати, кто снимает жилье и кому нужна временная регистрация, также обращайтесь. Ребята, собственник все по закону сделает вам. Хорошо? Так что пишите мне. Рад буду помочь. Все, ребят, вот с этой станции мы с вами двигаемся в сторону Финского залива. Кстати, кто помнит песню, да? На недельку на второго я уеду в Комарова. Там что-то на электричке. Ребят, вот с этой станции ходят электрички реально в Комарово про место, про которое поется в песне. Вывод по данному месту. Я в целом вам показал варианты квартир, которые я бы себе купил. Они не дешевые. И вместе с тем, да, вложив эти деньги, вы 100% можете быть уверены, что квартира хорошая, да? Жить вам будет там комфортно. Какие снаглые люди? Ну, видишь, что я снимаю? Взяла, села, еще подвинул меня, да? Прям вообще, ладно, я, чтобы не раздувать конфликт, просто отошел в сторону. И навожу вывод до конца. Короче, ребят, я бы себе квартиру здесь купил. Мне район очень нравится. Если вы человек семейный, проблем никаких с садиками, со школами у вас точно не будет. Я вам даже больше скажу. Здесь очень много элитных школ, да, гимназий различных с углубленным уклоном. То есть плюс спортивный школ, кружки. То есть все, вот прям вышел из дома и попал, да, в нужное место. Поэтому в этом плане все очень хорошо. Жара в Питере страшная. Сейчас я хочу обратиться к Оршуну. Неважно, есть у вас деньги, нету, планируете, не планируете себе купить квартиру, ищите работу. Откладывайте все дела, ребят. Вот эти жаркие дни, они вот-вот закончатся. И наступит долгая, затяжная, холодная, мокрая, ветреная питерская зима. Поэтому ловите солнце. И сегодня понятно, что мне надо ехать домой, монтировать видео, завтра мне на работу. Готовить надо, кушать с собой, что-то нужно взять. Все подождет, да? Коршун едет отдыхать, загорать, купаться. Все сделаю. Впереди еще 9 месяцев зимы. И мои напустные слова. Ловите лето. Ловите лето, пока оно здесь. Моя рыбка, зайка моя любимая, отнесет вашего Коршуна загорать, купаться. Спасибо тебе, спасибо, приехала. В электричке духота, ребят, страшная. Ладно, сейчас с вами где-нибудь присядем. Духота, духота, ребят. Ну что, переживем. Молодые, здоровые, да, мои выдержки. Все, ребятки, давайте. Через пару дней жду на канале. У нас там обещают дожди. Мы, скорее всего, с вами разберем очередную локацию, да, в Санкт-Петербурге. Пишите в комментариях, кстати, что бы вы хотели увидеть, да, в следующих выпусках. Какие разборы, хорошо? Я загорать. Все, пока-пока, пока. Скажу, увидимся, пока.